Вначале молитесь, молитесь. Прочите благословения, Игорь. Давай попроем. На занятия. На занятия, сестры, на занятия. Пойдете. Так, молись, молись. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Отец Небесный, благослови провести занятия во имя Иисуса Христа просим. Даруй нам разума, Господи, не ошибиться в рассуждениях, все понять, написанное в Священном Писании, в толкованиях Отцов Церкви. Даруй нам, Господи, разумение в общении, Владыка, чтобы все прочитанное применить в жизни нашей и нанести до тех людей, которые не знают Тебя. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Брат, ну, ты не против? Аккуратно, иди, иди, иди. А почему тут я-то? Если тебя не было, я не у кого бы вас спрашиваю, как в Вагоне. Пусть я в Вагоне не у кого бы вас спрашиваю. Сейчас Никита начальник, это вон тут. Его нету, да, вон. У нас демократия. Мы все священцы. Ребятишки, будете тоже работать. Мы на прошлом занятии закончили Ефесянам 5-я глава, 25-й стих. Как раз было, в Потеряевку приехали, часть братьев. Оставил, главное, записывающий аппарат, видео. Никто не мог разобраться там, как его включить. Видишь как. Когда был Володя здесь, почему не спрашивали? Он тоже не знал, знает. Не интересуетесь. Ну, вам же смотреть, не мне. Уж не вижу, не слышу и утолкусь. Ну, я смотрю вообще, проведем занятие просто прошлое, да и все. Потому что тут никого я не вижу. Повторение мать учения. Давай. С 20-го стиха, 5-я глава. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Толкование. Всегда. Не в покое только, но и в печали. И не за благое только, но и за прискорбное. За то, что знаем, и за то, чего не знаем. Потому что все служит к нашему благодеянию. Хотя мы и не сознаем этого. И должно благодарить Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. То есть призывая имя Господа Иисуса. И обращаясь к Нему как посреднику и благодеяния, и самого благодарения. Прочитали толкование Филакта Болгарского. Рассуждаем. Я послушаю. Сестра. Благодарить во имя Господа Иисуса Христа. А без имени Господа как? Просто благодарю Отца Небесного или Бога. Я поняла, что посредник это Иисус Христа. Когда мы должны благодарить Бога за все хорошее и доброе и плохое, это мы обращаемся к Иисусу Христу. А Он как посредник, Он обращается к Богу. Поясни, что означает во имя Господа. А если там все там молятся, Господи, спасибо тебе. Спасибо тебе. Где ты в Библии нашел это спасибо? Ну, слово спасибо, если разобрать по частям, это состоит из двух слов. Спаси и Бог. Буква Г, убрали букву Г, получается спаси Бог. Как можно обращаться к Богу? Спаси Бог тебе. То есть, это бессмыслица получается. Не надо сокращенно доказываться. Другие говорят так. Была татаро-монгольская игра. И все падали перед ним. Спасибо. Обращались. Хан Баты. А по-рудинице говорят, спасибо. А стали писать спасибо. Вот и все. Вообще к Богу отношения никакого-то не имеет. Спасибо. Спаси Христос. То есть, во имя Его. Ради Него. Я бы не простил. Я бы ввязался в драку. Но ради Христа я смирюсь. Как сейчас национальная идея. Меня кидают ролики один за другим. Ну, посмотрите. И уже нашли новую тему. И на нем там уже затискали. Саря канонизировали. Ну, там чипы, там все прошли. Сейчас идея. Идея России. Россия, она предвечная. Как вот Коран у мусульман. Она предвечная оттуда. А Россия предвечная. В Совете Троицы состояла. А Россия. Столько бредни. И главное, люди, видно, что грамотные, участвуют. А что это означает? Что за блевотина? Почему она такая зеленая? Это новая тема. И как материал поступал. Как и везде там три богатыря стоят. Вот они как воины. Все еще на этом. Не понимают ни истории, ни жизни, ни для чего это. Совершенно не понимают люди. Как Златоуст говорит, безумнейшие из безумных. Идея. Идея теперь они на этом питаться будут люди. Надо восстанавливать. И Россию восстанавливать. За перестройку за 20 лет только. 120 миллионов убили. Войну 26. Это 4 великих отечественных войны. Внутри чрева матери прошло. И о чем говорится? 4 отечественных войны. Еще ничего непонятное-то. Да, народу было много, не поняли. Много земли лишнего будут отнимать. А ударят атомы, значит, вы сами сгорите. Она будет сожжена. Блудница. Развратным мучением своей напоила весь мир. А вот сейчас нас... Ну, что это болтать? Ты для Бога, если тогда это Родина. Есть куда вернуться. А на земле в один день тебе все переменят. Ты даже не знаешь, что сказать. Ноги переставлять не успеешь. Ты считай пророков. Как они говорили. Ну, сегодня... Ну, пророка Еремия, вы признаете? Признаю. Ну, написано празднованием святому. Это подражание ему, Ян Златон, говорит. На него быть похожи. Хотел бы ты быть похожи на пророка Еремия? В любое время. Не сегодня, только и вчера. Я разговариваю. Ну, веращи, да, ну. Это высоко взято. Ну, представьте, в войну. И вдруг приходит этот пророк и говорит. Так, отступитесь. Запустите Гитлера в Москву. Что с ним будет? Курская битва не надо. Совсем. С белого флага выйдем. Мы танки отдаем. Сожгите их. И все. Только нас не трогайте. Немцы пойдут на это? Ну, пророк Еремия это делал. У него была провавилонская политика, а не проегипетская. То есть, эти ждали помощь от Египта. А Писание говорит. То на Египет надеется. Как обопрется от троси, и трос проколет руку ему. А он говорит. Откройте ворота Иерусалима. Пусть царь войдет на выходоноса. Пусть он вас в плен уведет. Но там будут живы дочери ваши, сыновья, виноградники будут садить, женить. У вас люди будут. Никак. Он расслабляет руки народа. Его предать смерти. И только нашлись несколько из человек, которые сказали. А вот такой же был, говорил. Его предали. Что за это было? Нельзя его предавать смерти. Нельзя. Ну и дальше мы видим. Всех подняли на борьбу. И получилось, не получилось. Вот показывают, как побежали они, стену проломали из города. Город голодает. Бежать. И по прекрасных юношей. И он стоит, царь на выходоносах. На его спрашивают. На царе Азеке. Этого. Седеке. А что это за юноши такие красивые? Это мои дети. А ему Ремия говорил. Открой ворота. И будешь рабом на выходоносах. И будешь рабом. Я никогда не буду рабом. Ты уже раб, говорит Иеремия. Ты уже раб. Это фильме отлично все показано. Хорошие юноши, хорошие. И тут же мгновенно каждому вонзает меч. О, о, о. Саль, готово дело. Все. Ни одного нет у тебя ребенка. Тебе говорил этот человек? Говорил. Дальше. Он порог сказал, что он сказал, меня не убьют. И ты уведен будешь в землю. Но земли не увидишь. Правильно сказал. И тут же наковальня. Тут же жаровня. Тут же клещами берут. Два глаза и сразу выжжим. Все. Теперь будешь и земли не увидишь. Получил. А где Иеремия? Да сидит. Выпустить. Так, это ты им предсказывал нашу победу? Да, я. А почему Бог Югова сказал так? Так, освободите его. Иди куда хочешь. Народом в плен. Хочешь, оставайся. Хочешь, со мной пойдем. При дворе будешь жить. Полное удовольствие будет. Я с народом пойду. Это мой народ. Народ, который отверг Господа. Народ, который благословение подано ему. Отверг. Они хотели здесь жить лучше. Они хотели быть патриотами. И мой Бог все отнял. Ну, дело твое, Иеремия, иди. Так, освободите его. Дайте ему грамоту. Неприкасаемый. Вот и все. Так было? Я спрашиваю, когда про Иеремию. А вот по нему фильм поставленный. И вот сегодня я на Иеремию похожий. Ну и что? Вот сейчас. Пришел бы я там в Сирию. Так, ребята. А вы что здесь русские делаете? Такую даль. Ну как, мы помогаем сирийцам. Уматывайте домой, чтобы духа вашего не было. Завтра вы все умрете. А почему я сказал? Я от имени Бога говорю. И что было бы дальше? Даже при нашем сегодняшнем режиме. Так. А царю вашему, президенту, глаза выжгут. И детей его, и дочерей переловят. Всех передушат, как котят. Вот сегодня пророк-то так сказал. Что получилось-то? Ну не надо говорить, что это приговор себе. А он и приговор-то и избрал. Куда его? В грязь бросили? В ров. И потом, ну видно, как горит его клетка. Он не знает куда. Ты думай, о чем говоришь. Восстать против всех. Батюшка сегодня говорил, что архиерей сказал. Бескомпромиссно. Он это заметил у нас. У нас есть дивная свобода, которой сегодня, я думаю, у православных нигде нету. Нам Бог дал. Как эти вопили. Ой. Больше к вам никогда архиерей не приедет. Теперь от вас Иларион отказался. Вы не церковь. Вы секта. И проще, и проще. Что только не городили. Там ступы какой-то. Ну шпана я называю. Все поднялись. Приехал архиерей. А то серьезно теперь. У вас теперь батюшка безблагодатный. Он вчера только служил с местным митрополитом. То есть что угодно сатана плетет. А это виноват все этот митрополит. Теперь они на него не бросились. Почему? А вроде они должны делать то, что есть. Потому что придумали эти миссионерские отделы. Они заражены этим демоническим духом зла. Чтобы по их было. Это лжепатриоты. Они будут уничтожены все. Но нужны ли миссионеры? Да, нужны. Но это надо их выпросить у Бога. И Бог выпросил. У Бога выпросили. И они пошли подвое. Ничего похожего-то нет. И о чем они говорили? О Христе Спасителе. А сейчас они не знают еще о Христе сказать. Они сразу будут как мусульмане. Неправильно написаны. Ошибки сделаны. Два миллиарда. Ты понимаешь, что это два миллиарда? Проходит 50 лет, ни одного нету. 100 лет там, ни одного нету. А сколько за это время, за 1300 лет умерло мусульман-то? И все верят, что Евангелие неправильное, а другая книга правильная. Что Иисус не умирал. Но если Он не умирал, значит мы во грехах находимся. Он не воскрес, значит и нам не обещано воскресенье-то. Ты понимаешь, за этим кроются миллиарды душ. Кто не имеет сына, не имеет и отца. Отца называй как угодно. Бог и Его, Аллах там, хотя Аллах это совсем не Бог и Его. Ну некоторые понимают так. Если так ты понимаешь, ты во-первых ошибаешься, а во-вторых они на это не согласны. Иисус Сын Божий. Второе лицо Троица. Он сошел на землю, воплотился от приз на Девы Марии. Принял плоть. Потому что дети похожи на Него. Дети Его мы и плотью и кровью обречены. Добыть смертью своей, смертью, без смерти никак. Лишить силы имеющую державу смерти, то есть дьявола. Вот это проповедь. Ну и как даже были на апостола смотреть-то? Фарисеи и другие, да с ума сойти надо. Какого-то плотника, Богом называют. Ну сейчас вот есть секта Путина есть. Он где обедал, ложками лешится все. Вовсю. Прямо секта. Секта так верят. Возьмите у Божова, хозяйка Медной горы. Провозгласили ее богине. Поклоняется. Кандидат каких-то наук там во главе идет. Безумие-то нет предела никакого, как премудрость Соломона говорит. А нам что, преподать к Богу? Все будут не так понимать. Один останусь, но истины не наступлю. Кто сказал? Великий Златоуст. Хотя бы я один остался. А вы так уверены в этом? Зачем быть уверенным? Слово Божие об этом говорит. Другого пути нет. Я есть им путь истины и жизнь. А они о чем могут договорят? А не о Христе воплотившемся. Поэтому делать во имя Христа. Благодарить во имя Христа. То есть я не благодарил бы, но я благодарю, потому что его имя святое покорило меня, я уверовал, и ради него я это делаю. Во имя его. Во имя моего Иисуса. Почему? Имя его. Это учение его. Это святое Евангелие. И он сказал, я делаю. Другого пути нет. Вот тогда у нас есть... И архиерей сейчас был, отец сказал, бескомпромиссно. То есть разницы нет передо мной. Патриарх будет, генсек. О, ты должен сказать правду и умереть. Скажу и умру. Вот тогда видно будет, ты имеешь полную свободу. Где Дух Господень, там свобода. А где нет свободы, там рабство. Там Духа Божия нет. Там система. Система какая там. Литеранская, католическая, православная, иудейская. Разницы нет. Система. И ты должен вписываться. Я не могу по-другому сказать. А так сказал, да ты что, ты против устава партии. Изучите его из компартии. Почему система? А мне ничего не может, я в ней не состою. Вот мне сейчас угрожают. А надо жалобу написать на меня в стену, там куда угодно. Ну и что ты напишешь? Ну и что они будут со мной делать? Я к ним не отношусь. Власти не имеют. Президент надо мной власть имеет по конституции. Может он делать. А в вопросах веры он никакой роли не играет. Я ему могу подставить под ножку каноны. Ты в людейской синагоге возжигал светильники. По канонам что за это будет? И все. И больше тебя в храм православный не запустят. А он-то мне этого сказать не может. Я в синагоге, я мусульман был. Я только призывал Бога. Я жертвы не приносил никакие. Понимаете, они ему подыгрывают везде. Везде, которые в верхах и встречаются. А через него так много можно было сделать через президента. Говорить и что делать? Дух подскажет. Я не знаю. Обстановка, день, погода. Люди какие вокруг. Это все влияет. Что сказать надо? Понял? Это одна фраза. Во имя и суза. Стих. Благодаря, во имя и суза. Он поднимает руку, Сергей. Ну, давай. Ну, мне тоже бы хотелось обратить внимание. Когда мы друг друга благодарим в нашей общине, мы, как говорим, спаси Христос. У нас даже вот как-то спаси Господи, ну, редко кто скажет. Из наших. Из наших. А вот там, в Московской Патриихе, никогда спаси Христос не скажут. Во имя Христа не скажут. То никогда может ошибиться. Ну, если у нас спаси Господи очень редко, то у них спаси Христос тоже очень редко. То есть перекос сильный. Его Писание нам говорит ради Иисуса Христа. Когда говоришь, спаси Христос, сразу всплывает Евангелие, понятно, распятие, ради чего мы благодарим. Он Спаситель, и мы благодарим, что желаем спасения во Христе. А там вот не так. Я общался со старобрядцами, вот у них распространено спаси Христос говорит. Правильно, Игнатих? Правильно. Спаси Христос. Это вот прям такой чин старобрядческий. Спаси Христос. Да. Если ты сказал спаси Господи, уже как-то... Господи, это непонятно о чем. Господом называют Ива Алла, они кричали Вааля, услыши нас, они Господом его называют. Вот, поэтому тут, в этом плане старобрядцы. Да. Они сохранили это. Дальше читаем. 21 стих. Благодаря... Далее. Повинуясь друг другу страхи Божьим. Повинуясь. Разберем. Толкование. Вот опять любовь. Ибо из нее проистекает повиновение друг другу. Не по мирским или человеческим каким-нибудь расчетам, а в страхе Божьем. Ибо повинующиеся друг другу ради Бога никогда не впадут в соблазн и не разойдутся, имея такую прочную связь. Повиновение друг другу, Игнатий Тихонович. Вот тут же речь идет о равных друг другу людях. Равные люди повинуются друг другу. Или здесь идет вообще, что в повиновении должно быть священнику повиновение, старшим повиновение. Или это идет о равенстве, о равных людях. О чем? В чем повинуйтесь? Никому не повинуйся, когда вопреки Евангелию. Вот как надо говорить. А повинуйтесь друг другу, то есть сейчас я ошибся, где-то он подсказал, я его слушаю. Дальше я говорю, он меня слушается. По Писанию, где мы ошибаемся, ни в чем другом. Повинуйтесь друг другу. В страхе Божьем написано, повинуйтесь. А это означает, что по Писанию. В страхе Божьем, потому что Бог так повелел. Ты не знаешь, через кого Дух Божий говорит. Когда я Бога забывал, прижался, я ошибался. Сарафим Саровский. А ты не ошибался, один Бог только знает, сколько раз ошибался. Я особенно ошибался, обречался буквально в людях, вот надеялся. Как? Мне казалось, этот человек уже такой он, прочный, так он будет. Ничего не бывало. Он погарнул, против начал воевать. У нас потеряевка была. Избирать старосту надо. А там было-то пять дворов. Ну кого? Я видел такой активный, грамотный, речистый. Это Саша Муха. Он ее взять. Он не слышит и не видит. Это ее взять. Так как говорят, не дреми в это время, внимательно успевай, ведете хватать-то. Вот. А Дуся наша, а она говорит, нет. А что она была, нет? Игоря Барабаша. А Игоря Барабаш, что ни рыба, ни мясо. Какое? Молчи ты. Все, да я не могу, я сказать не могу. И проще. Но я не стал противоречить. Я сказал, значит, в этом что-то есть. Я тоже проголосовал. Избрали. А дальше Саша сделал это. Лютый враг. Уйдет из православия. Везде будет клеветать. Столько мерзости. Столько заразы принесет. Такой позор на деревья наведет. Ужасно просто. Против седьмой заповеди начнет грешить. То есть, он достоин смерти был бы по мусульманским, еврейским законам где-то. Вот видишь, я как обольстился. А он единственный у нас был в общине, который имел дар слова. Настоящий дар слова, он мог сказать. И это единственный человек, которому мы решили выделять деньги, складываться, чтобы он проповедовал, ходил по другим. Вот как было дело. А потом он неостановимо пошелся. Невозможно как. А Дуся, которого избрали, Игорь, это муж поднялся против него в их доме. Они же предложили и против. До суда дела дошло. Там земли что-то, они поделили урожай и прочее. А у меня с Игорем самые близкие отношения. Когда бы он не приехал, мы не можем расстаться. Уже ехать надо, но езжай, ладно, Игорь. Вот так. И Лена там тоже так. Дал, Лене идут, устав. Состав, устав деревни надо составить. Дал, день-два прошел, и Лена пришла, ничего не могу составить. Опять ко мне пришли. Меня обвиняют. Но я сказал, я не буду. Стоит на месте день, два, три месяца. Ну все просят состав. Вот деревенский состав, это я составил его. Полностью. Сорок правил. Такие, что надо. Я все думал. Как сохранить природу, как тишину. Но потом на обсуждение вынесли, проголосовали. Вы не думайте, что сообща рисует доллар. Доллар нарисовал русский человек, который был в Америке. Его приняли. Он там пирамиду, 33 ступеньки, это масонский глаз. Все нарисовал. Он знал, что рисовать. И приняли. Ну а про лагерь говорить не надо. Это мое детище. Тут я составил свой устав. Но когда для регистрации у меня не хватает тему. И на недеревню здесь я попросил нашего юриста, закончившим с красным дипломом, брата Севастьяна, Бауэра. И он составил. Ну составил по всем правилам. Шикарно, как говорится. Как лагерь открывается, как организация уже, как регистрирована в Краевом отделе юстиции, 139 номер было. И как дальше было бы. Как было бы, если мой друг стали закрывать, а его ущество я было. Кому оно принадлежит, он все учил. Специалист. А ты мог бы составить? Нет, не мог. Он сделал согласно тому, как его учили. Надо уметь сказать. Я бы этого никогда не сделал. Вот этим сейчас аппаратом. Я записал, больше некому. Я совсем не работал. Сейчас я свободно им пользуюсь. Могу переписать, на него записать, стереть, а больше тут ничего и не надо. Приблизить, нарисовать. Сколько привез роликов-то сейчас? Выставляю каждый день их. Потеряю их. Там, как говорится, куча. И все интересно. Люди так и интересные. Так дальше пошли. 22 стих. Повиновение. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Толкование. Недаром и не напрасно Павел прилагает великое попечение о супружестве. Ибо и Бог от начала особенно о нем заботился. Ибо с Адамом соединил с сестру его. Нет, больше, дочь. Да что я говорю, его собственную плоть. Потом с размножением рода и пределы брака расширил, чтобы не заключить любви в тесной границе только родственных отношений. Да и жизнь наша на супружестве держится. поэтому и говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям. Ибо если согласием будет отличаться супружество, то и дети будут воспитаны хорошо, и слуги будут исполнять свой долг, и все, что касается соседей и друзей, будет хорошо. служите же как Господу. Как же в другом месте написано, если кто не разлучится с женой и жена с мужем, тот не может следовать за мной. Лука 14, 26. Ведь если должно служить как Господу, как же говорят, что должно разлучиться ради Господа? Потому что слово как не везде обозначает совершенное равенство. Или повинуйтесь, то есть зная, что служите Богу этим. то есть если и не для мужа собственно, но по крайней мере для Господа. Ибо если противящиеся высшей власти противятся повелению Господа, то тем более противящиеся мужу. И напротив повинующиеся мужу повинуются Господу. Так, я вас спрашиваю, ты за мужем? Да. Где твоя дочка сейчас? На бризе играет? Да. У тебя было в жизни, когда ты мужу противоречил, он сказал, а ты... И там не было такого погибель на моей душе. Можно было смириться. Такое было? Было. У тебя было, красавица? Было. Ну вот, по порядку у тебя было? Ну, всякое было. Ну-ка там решила не о спасении, ну, что-то по мелочи такое. Ну, было? Или не было никогда? Вот это первое, значит, если ты будешь вторая, первая Александра Ивановича Чернявская, всегда похожа была. Тебя я больше знаю, могу напомнить, где ты противоречила, притом не в чем, а огорчала его. Ну и так, теперь-то можно уже вспомянуть, можно было получше, он лишний день бы прожил. мужик-то это слабое, хилое создание. Не женщина, слабый пол-то это мужской, наоборот, он уязвимый. Его опрокинуть легче всего. Он не ядцы. Ну вот сейчас. Ну, все ты. Мне даже муж рассказывал, что я же тебе уже говорил это, что так надо делать. Как? Ну? Муж, я же тебе уже говорил, что так надо делать, пока чужие люди тебе не скажут, ты не понимаешь. Я же тебе говорил уже. Ну, ты противоречила мужу? Конечно. Вот так. Вы понимаете, сколько есть. Почему? С детства-то не учили этому. Я разговаривал с мусульманкой. Ну, а было, что вы мужу противоречили? Мужу? Своему мужу противоречить? Да вы что говорите? Для нее это ужас. Она сразу может в дом уже она не зайдет. Вот что на ней есть, только это ей принадлежит. Почему она с серьгами, манистами, всеми этим бриллиантами увешанная? Потому что заходить нельзя, все кончилось. Соныч, еще не забор, так и крикнул. Сосед, ты дома? Да дома. Я развожусь. Слышал, развожусь. Еще раз, три раза крикнул, тот подтвердил, что слышал. Все, развод кончился. Все, во двор и за дверью. До свидания дальше. По мягкому месту пинком. Все, да как можно. Ты его встретил, да ты опихоть его, да ты улыбнись его, ему трудно было на работе. Там какие-то урядицы. У нас этому не учат и не знают. Не знают совсем этого. Она долбит свое, да если еще у тещи на дому живет, капец мужику. Он как-то рассказывает у нас сказку. Мужик идет, а там заяц запутался ногами-то и тонет. Он говорит, смотри, тонет заяц, а заяц будто бы еще последний раз вынул. Он говорит, тону на него теща в дому. И показал ложь, ты паршивая. Ты перед тещей-то ртани раскроешь. Почему говорят, самое большое наказание двоеженцу, какое бы придумали это. А чтоб в одном доме обе тещи жили. Ему большего наказания не надо. Он скорюжится и скорчужится. Так вот отсюда вывод. Делай. Муж сказал и аминь. А если он неправильно, попытайся доказать, что не так. Или кротко перенеси. Что он тебе сказал? Поклоняйся, пойдем Богу чужому? Нет. А сказал такой, ну, оделась и пошла. Да сейчас пост. Иди. Я ее убеждаю, иди. Ну, я же не хочу милостно это. Ты бы не говорил, если не хотела. И так понятно. Вот я вожделение, слюнки вожделенные текут. Охота котлеток попробует. А тут пост идет. Ну, ты пришла, зашла с хозяйкой, поговорила, в другой комнате была. Муж доволен, доволен. Так он каждый раз выпьет, а без тебя не выпьет, так он выпьет и куда-то пойдет. А тут никуда, он при тебе рядом. Поняла? Я вот с одной разговариваю, она зубной врач. А мой-то, Алеша-то говорит. Что же вы мне ничего не сказали? На вашей работе, а у него там шмареха завелась. И правда. А я видел, так это ваш муж? Такой мужик-то хороший-то. Хороший. Я поехала на дачу, он впереди меня поехал. Когда-то. Я вот так гляжу, но он стоит вокруг, три женщины, он веселый, смеется. Я, говорит, быстренько из автобуса выскочила под руку, Алеша, пошли, он со мной, говорит, сел в автобус, поехал дальше. На шаг, говорит, нельзя отпустить, и сын такой же. Волокичи. Вот она как могла сделать. Вылыбнулась, я говорю, берется? Нет. Ну а на вашей работе, да я говорю, с вами даже сравнивать не надо. Она приятная. Анна Петровна, ну просто одно загляденье, какая она. Мы с ней так сдружились. Ну а те-то женщины, я не знаю, почему, когда люди занимаются не тем делом, как говорят, любовью стороннюю, у них на лице отображается какая-то заранее запрограммированная грусть, стыд, жесткость или жестокость даже. А это вся открытая. Да к этому еще вторая жена, она говорит, ну даже и вторая, подружки там говорят, а я у него первая. Опять, я у него первая. Понимаешь, нет? Вот в этом первая она всех опередила. Первая я у него. Он у меня взял, я мужа не знала. Ну а он такой уж есть, ничего не сделаешь, потерпим. Все равно кончится когда-то это. Да христианка же ты. Валентина Петровна, не Анна. Теперь все вспомнил. Валентина Петровна. Как я вернулся из заключения, пошел к ней, поблагодарил. Как ты мне зубы сделала-то? Ни одна пломба не выпала. Я бы сколько намучился, там же ничего нельзя делать. Вот ты понял как? Жена, она может рукавом с вами растрясти все, что муж заработает. Ты день и ночь можешь в шахте работать. А если она экономить не умеет, ничего не будет. Научи, донашивать старое, пищу не выбрасывать нигде, лишний раз лампочку не включать. Ну, по мелочи, по копейке, как евреи делают. А у русских сразу и все. А евреи по копеечке, подобрали Советский Союз к рукам. Учиться надо. 23 стих. Потому что муж есть, глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Ты в это веришь, что написано? В это? Верю. Веришь. Ну, а если не так, где-то что-то насчет, спотыкаться, что ты глава, ты не отречешься от того, ради мира, а на ее стороне теща будет. Так, я глава, а что-то голову отрубили, да выкинули. Так нельзя. Это же это, дело-то такое. Как это вырубили? Главой-то я так и так остаюсь, по определению Божьим. что под каблуччик у него голова под каблуком. Там, она наступила, держится. Вот просто иногда вот пугаются, вот глава, глава, вот это все как-то, начинают какой-то ажиотаж вокруг этой темы, что вообще в организацию входишь, ну, многие работают в таких государственных организациях, ну, в фирмах кто-то работает, в частных, и мы всегда сталкиваемся в коллективах, и в коллективах везде существует руководитель, причем руководитель бывает и не всегда умный, на первый взгляд, но все ходят по стойке смирно. Вот сказал руководитель, так надо поступить. Ты так подумал, может быть лучше, да ладно, какая разница, он же руководитель, он несет ответственность. Выполнил все задачи поставленную, все, получил за это зарплату. То есть, получается, в организации мы всегда уважаем руководителя, потому что мы знаем, что мы, если его не будем слушаться, нас либо уволят, либо нам зарплату не дададут, либо вообще нам не дададут денег. Семья это тоже как маленькая организация такая, в которой тоже есть руководитель. Бог назначил мужчину. Вот и все. Такие бытовые вопросы, но тут глава, конечно, мужчина. Все равно он распределяет, так или иначе. Физически он работает, женщина может в декрете быть, но в духовных вопросах там равенство. Мужчина не может сказать, не иди в церковь, не молись там, или не занимайся чем-то. То есть, как бы, почему мы боимся вот этого вопроса? Я всегда говорю, что на мне ответственность такая, что я вот сказал, что так, я считаю, лучше, так лучше. Если ты не слушаешься, ответственность на тебе, вот и все. А что я еще должен сделать? Хорошо, лишнее-то нет. Да, слушай, ты такое выражение слышал, на этих ребят у меня есть хорошая дубина. Не помню такое выражение. Не знаю, это Гарри Трумэн сказал. Трумэн это президент, который был Дарузвельтом, который парализован у него. Многие были, войну прошел, внезапно умер. И он это о советских сказал. Знаете, когда-то у меня хорошая дубина есть, у Бога хорошая дубина есть. Я вчера потратил, я много времени тращу исторические фильмы, документальные смотрю. И вот штрафбат, там генерал штрафбата, я никогда не видал его. И кого брали, за что? Малейшее неповиновение. Все, штрафбат. А штрафбат убивает в 4 раза больше, чем в обыкновенных войсках. Иногда поле не разминировано, они бегут, где наступил, взорвал одни куски, наши остальные все равно добегут. Немцы страшились от этой черной чумы. Ему отступать некуда. Он себя назад поворачивает, а там с пулеметами свои стоят штрафбат. Расстреляли их и все. И больше никого. Назад он уже не вернется, пошел и. Но если ранение есть, ему надо не меньше трех месяцев, кажется, было пробыть штрафбате. Но если ранен, еще и преждевременно. Я посмотрел, у немцев тоже был штрафбат, он много раньше. И хоть сто раз ранен, все равно возвращается назад. Всю войну. То есть у них более жесткий был закон. И вот он говорит, за что я попал? А сидит мужчина вот такой представительный, лицо чистое такое. Ну, видно. И такие ордена у него, полковник. И говорит, я в штрафбате был. Ты в штрафбате? Думаю, вот это, ну, рассказывай. И он так и рассказывает. В Эстонии шли, говорит. Ну, немцы бегут быстро, мы не успеваем даже за ним. Они бросали, уже война-то заканчивается. Ну, и кто-то пошел в соседний дом, а там самогонку, говорит, гонят. Ну, так сказали-то. Ну, и хозяева-то им налили большую бутыль. Он принес ее на стол. Старшина все сели. Ну, там часовые стоят. Ну, почему нам не выпить-то? Сели выпивают. В это время командир идет. Это вы что делаете, ребята? Где вы взяли? Ну, тут вот гнали соседний там. Так, это разберемся с ними. Так, это кто у вас-то принес-то? Молчок. Он бутыль взял. А утром мне, говорит, указание прийти. Я пришел. Ты был? Да, был. А пил? Пил. А кто принес? Я знаю, кто принес. Говорит, старшина сходили с ординарцем, близкий к которому начальству-то. Ну, я не сказал. Говорит, я принес. И сразу заседание. У него три ордена было. Пять орденов уже было. Это герой настоящий. Значит, сразу указ. Снять все с ордена. Ну, звание было небольшое, кажется, лейтенант. Разжаловать до рядового и в штрафбат. Но я, говорит, рассудил сам по себе, что сделали они правильно. Идет война, а мы выпить. Я, говорит, не обижаюсь ни на кого. Мне особенно это понравилось. Вот этот молодец, думаю, мужик. И далее. И далее тут случилось сильное ранение в голову. Его подобрали. И вылечился. И вышел, и обратно. А ему, говорит, все, кончилось идея. Он вернулся к нам в счастье. И вот до командира дивизии все, говорит, меня, говорит, захвалили. Все, я, говорит, никого не выдал. За то, что не выдал, так меня, говорит, на руках готовы были носить все. То есть он взял вину на себя. И дальше, а дальше опять. Опять у него, опять вся грудь в орденах по-новой. Как будто он сегодня первый день на фронте. Я вчера это смотрел. Почему там слушай, если нет? А когда не хватало? Не хватало, говорит. В начале войны штрафбат только организовали. 600 тысяч сразу в него попало. Больше полмиллиона непослушных. А было, говорит, невиновно. Ну, были невиновны там по наговору, как у нас говорят, на серку. Что-то сказал на него, накакал и пошел. Вот показывает штрафбат. Он грузин, кажется. Ну, а тот пошел, да мать твою! Мою мать! Да ты что сказал, а? Да я ее... Да ты... Ну, и развернулся, как дал ему. И все известно стало его штрафбат. Да это сказал, это русский матерок. Так он сказал, мою мать. Моя мать честная. Она ни с одним мужчиной не была. Да брось ты это резь. Это просто он сказал. Как я слышал, он сказал мою мать. Его там убьют штрафбати. А они буквально понимают. Он стоит какой-то там в тюбетейке, торгует. Едва-едва говорит, моя твоя. А как заругается, никакого акцента, ничего нет. Сатана. Говорит ровно, выматерится, как надо, шестиэтажным. Ты понял, я о чем говорю? Я могу. Послушание. Почему там слушаешься, здесь нет? Я, видишь, далеко зашел. Послушание полное, абсолютное. И в Германии, в которой тоже я сказал что-то такое, другой мужик попал, видишь, сколько ему дали? Десять лет. Вернулся в Германию и был пленен. Его подобрали раненого. Ну и там гибло людей, допустим, из ста человек только два оставалось живых. У меня места какие были. Но его специалистом признали. Говорит, я не был специалистом. Ну и отодвигали, отодвигали. Один Бауру взял. Ну, живет, говорит, богато. По их меркам бедно, но по нашему богато. Открывает ворота там, свиней, курей у него полно. Ну, и вот он возвращается, когда сидит товарищем уже дома в России и тот спрашивает сосед, а как там в Германии это живут? Там не то, что у нас. Не то, что у нас. Я, говорит, даже не сказал-то. На утро меня вызывают. Ты говорил, говорил. 58 статья, 10-ый, значит, подрыв государства. 10 лет. 5, 5 лет дали. Я, говорит, 5 лет отсидел, меня вызвали, сказали. Так ты это говорил, говорил. Ну, зря я сказал. Дурак был, молодой. Все, еще 10 лет тебе. 15 лет. И он не был, там в плену был, где сколько-то. И вернулся, и нашел где-то там родительство, невесту только не нашел, моя первая любовь, но она не могла долго ждать. Вышла замуж. Это живой человек, говорит, это документально. Почему там мы знаем, как поступить? Слушайте. Ты вот досчитала, дальше размыслив. В жизни было такое, было. Я никогда этого не буду делать. И другим нахожу. Надо выводы делать, такие, чтобы Писание заговорило с нами. Считай. 24 стих. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Толкование фифилакт болгарского. Отсюда ты поймешь яснее то, что выше он сказал, повинуйте своим мужьям, как Господу. Так как жены, должны повиноваться мужьям, как церковь Христу. А церковь и жены составляют то, как Христу должна подчиняться жена своему мужу. Каким же образом? Всегда ли повелевает повиноваться? Неужели и тогда, когда муж будет склонен к неверию? Но они... Но не о неверных мужьях теперь речь у Павла, а о верных, о которых без сомнения он и писал. То есть здесь речь идет о том, что они единомысленны в вере? В пятницу у меня было такое непослушание жены. Я не скрываю это. Батюшка подходит и мне говорит, а почему ты ее не отпускаешь с деревни? Я не отпускаю, я ее выгнать не могу. Она сидит в городе, и все. Уже все на даче работают. Сидит. Еще сидишь ты здесь где-то. Ты зачем сказала? Я не говорила. Ладно. И вот заезжает ее на Левтинина дочка Таня, вы знаете, Татьяна Анатольевна, и ехать туда. Так, быстренько собирайся, езжай. Я не говорю. Я собирайся, и езжай. И под каким видом не могу выкручивать? Всыпилась, и буквально Таня успела. Успеет. Они сейчас приходят, там подбирают. Она сегодня с дочкой была, там и внучка забегала. Так, все подобрала, раз в другой зашла. Уперлась, ни под каким видом. Сумки уже наготовила было. Я тогда сумки в другую комнату отнес, и говорю, никуда не поедешь. Все, кончила. Скажи, как бес стелился? Сдурела баба. Абсолютно не подчиняется никак. Таня езжает. Она же собралась сейчас, там свой огород нам отдает, там спахали. Тем более бери ее. Она собралась ехать, и вернулся через два дня. Я сказал, уедешь 10 октября только. Вот в чем разногласие. Она согласна поехать, согласна все. Но только вернуйся назад. Зачем тебе такую кошелку таскать туда-сюда 60 килограмм? Женя и другие, с кем-то с ребятишками возилась, они тебя возят, потому что скрипя зубы. Я их знаю. Зачем? Он бы другой груз. А ты села и думаешь, что это даром. Горючье, это сколько? На эту требуху требуется. Ну и все. Я не отойду от дверей, пока не соберетесь. Наконец-то они собрали ее и под руки. И только уехала, первое смс. Прости меня! Я какая-то... Ну что я ответить не знаю. Неслуха. Она себя Неслух называла. Я целую ночь не писал. А утром и писал-то деньги, и мне написал Аминь. И все. А Аминь она начала разгадывать свои слова, которые я себе сказала она в покаянии, что Аминь так. Или еще что-то, что-то ко мне. Больше ничего нет. Загадку одним словом задал. Вот конкретно. Она не слушается. Ну и что не слушается? Я сел, встал в дверях, дальше шел, шагу нет. Давай, Малу. Закрою сейчас на замок и будешь сидеть. Или с вещами и поезжай. Ну иначе скорее вытаскивает, вытаскивает, вытаскивает. Вещи берешь назад, что у меня одна вещь туда не ехала обратно. Все оставляешь там. Но одна машина загрузит. Стоят стаканчики, кто говорит. Да ладно. Все, считай дальше. Ее здоровье полезно было в деревне же быть? Она хотела быстрее, опять вернулся назад. Зачем не говорить? А что лучше-то было? В деревне же быть? Конечно, она в деревне остается. Вы желали ей полезного? Только полезного. Во-первых, ее огородчик есть. У нее есть там парник или называют там теплица. У нее дом отдельно. Отдельно дом. Салово-Сарков как раз строил. Я вот выкупил этот дом. Так вот вам это и поясните, что... А мне твоя дочка кинула. Я говорю, что ты поперек становишься мне? Я ей сказал. И вдруг на ее стороне твоя дочь оказалась, Татьяна. Так это же ваша жена. О ней заботиться надо. Я говорю, подожди. Какая... Я говорю, Владимир Вольфович говорит... Говорит так. Как жене исполнил, скажем так, 55 лет, что ли? Ее, говорит, только сдавать это в дом сиротский или в дурдом. Чтобы нормально можно было жить. Отдельно отделять. Она говорит, меня заживет за стенкой. Пол дома ее. У нее две комнаты, у меня одна комната. Кухня. Вот. Даша потеряет совершенно отдельный дом. Кто приезжает? Едет Володя с маленькой девочкой. Пожалуйста, все, что хочешь, делай, только езжай. Уже сегодня 22-е, позавчера было 20-е. Вот она в пятницу выехала, там, не знаю, 18-е какое было, в мае. И вот прямо конфликтная, настоящая конфликтная ситуация. Ну, поставил на место. Я даже в мыслях не имел, что она возвращать все будет. Мне пришлось срочно менять планы. Настоял на этом. Если ты приедешь сейчас, то уже до осени никуда не тронешься, не поешь. Она знает. Я запру везде на замки и ты шагу не шагнешь. Ну, вы же, там дом же у вас большой. У Надежды Васильевны. Ну, какой большой? Одна комната с кухней вместе. Одна комната. Какой дом большой? В нем холодно жить. Он сделан как в этой тюремной прихожей. Там ничего большого нет. Одна даже кухни нет. Забодливая. Может быть, и не хотела туда ехать? Да наоборот, она уже собиралась. Я сказал, что до октября. Она говорит, я вернусь. Вот о чем лечь состояла. Понятно. Ты муж, у тебя спрос будет. Она глупое создание. Ты должен тащить ее. И весь сказ. Даже самых умных женщин исследовали с мужчинами. На 25% она глупее мужика. А в рассуждениях, ну, она, видишь, учится в школе лучше, но быстро деградирует. У нее мозги, говорят, уходят в волоса. Волосы, длинные. Да, слава Богу. 25 стих. Ну, вот тут теперь внимательно все. Ну, Семёш, я говорю, что, похожее, нет на правду? Есть, но так. Скажут. Я уже обращаюсь к опытным в этом деле. Вот будет 25 стих. Мы переключим немножко тему жен. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Вот остановись. Жене дается послушание. Ей не надо его любить, ничего. Только послушание. А послушание выполнено, а тут любить ее надо. А она с каждым днем делается на щучила похожее. Так, а здесь написано еще жизнь отдать. Предал себя за нее. Да, вот о чем речь. Жизнь отдать за женщину. Мужья намного возвышеннее заповедь дана, невероятной глубины. Как любить-то? Я уже выпрашиваю, дай любви-то к ней, Господи, ну, было же ж. Никак. Потому что каждый день это что-то заедает и проще. А ей только слушать, слушать, что угодно сделают. Толкование прочитаем, от устава не будем отходить. Дай любви к этому чучу. Ты видел, так, тише, братья, сестры. Ты видел, как Павел понуждал жену повиноваться тебе в той же мере, как и церковь повинуется Христу. Послушай и то, как с другой стороны понуждает тебя любить ее, а не деспотически обращаться с ней. Люби же ее! А в какой мере? Как и Христос церковь. Заботься о ней, как и Христос о церкви. Если бы нужно было пострадать и даже умереть за нее, не отказывайся. Ибо ты, как уже соединенный с нею любовью, сделаешь это. А он, Бог, совершил это, когда находилась она во вражде к нему и была прелюбодейцей. А хому говорит прелюбодейкой? А церкви он говорит? Конечно. То есть, получается, ты ее по любви взял и должен умереть за нее, а Христос умер, когда она еще была в прелюбодеянии, в отречении мира был от Бога. И как он, Бог, уклоняющийся от него, возвратил к себе ни угрозами, ни насилием, так и сам ты. Если бы заметил, что жена удаляется от тебя и ищет разгула, постарайся привлечь ее к себе больше любовью и попечением. И если бы ты потерпел что-нибудь ради нее, не упрекай, потому что и Христос не упрекает церкви. Сестра, комментируйте. То есть, она тебе изменила, ты ищу, а ты ищу. Нет, тут написано, вот так, она написала, ищет разгула, ищет, она не изменила, там другие уже законы. А, захотела изменить, да, ты ищу, она, ой, хорошо, хотела, когда не изменю. Почему шубу? Тут написано, большее попеченье, ты ищу, больше любови. А попеченье, а шуба, что, не попеченье? Что же наркот? прохождай, шуба. Шуба? У тебя же опыт. ты ей пухарить нужен? Я ей задаю вопрос, как? Она хотела разгулять, загульнуть. Там так же написано. А ты должен ее не запирать на все замки, а там, подговаривать, подарков ей побольше. Она думает, да и останется. Спасибо, Христос, подсказал хоть. Куда-нибудь дом отдыха, а не как? Бак, ты бы если запер, то тут хоть одна была. Ну что сидит? А ты не запер, ни одной нету. Игнатий, создал деревню с батюшкой, и целого, никакого дома отдыха не надо, а? Ну, Фефелак говорит, надо попекаться, Игнатий Тихонович говорит, надо запирать. Почему запирать-то? Он не говорит запирать. Он говорит, он мне говорит, ты бы хоть одну бы запер, хоть у меня хоть бы одна осталась. Ну, шутит, Игнатий Тихонович. Шутит. Потому что Фефелак шутит. А как Фефелак? Это святой отец. Не надо с этим шутить уже. Это уже не шутки. Тут можно утрировать, там смеяться, но надо поступать по рассуждению. Если такая ситуация возникает, надо глубоко задуматься, почему в твоей семье это произошло. Ну, обычно в семьях верующих такого не бывает, по крайней мере, я не помню. Ну, есть один случай, но это было очень давно. Про другое, и вообще в другом государстве, это было. Не в моей семье, слава Богу. Даша, давай. А у меня вопрос. В чем это попечение проявляться должно со стороны мужа? В чем должно проявляться это попечение к жене? Во всем написано. Во всем. Кроме, когда он говорит противной вере. Нет, нет, она спрашивает попечение, не послушать. Просчитай еще раз. Попечение? Да. Забота. Забота. Что требуется? Первое, чтобы она была накормленная. Это прожорливое создание. Ты называешь ее Голубка. Она говорит, Голубь, самая прожорливая птица. Целый день. Клюет и ничего не на кормишниках. Так, второе, чтобы она была одета. Они ходят полуголые. Муж не может даже одеть. Третье, чтобы у нее было жилье. Где она будет, может быть, у нее все жилье будет заключаться в одном одеи, в Байковом. Мы не знаем, но чтобы не капало сверху. И ты мозги не порти, не капай. Вот и все. Три вопроса. Ну, а дальше, дальше уже совместно. Если человек решил за состояние иметь, первое, что он должен делать, это жениться. Сначала прибытка. Она караулит, и вот к нам просится, одинокий, не построиться. Она одинокая, не построиться. Она готовит себе, он готовит. Вот уже два часа прошло, а так один. Один приготовил, мы оставили Володю одного, он заготовил. Заготовит, может, на два-три дня. Один, остальные работают. А когда ты один, ты сам себе готовишь, сам себе убираешь, сам баню топишь. А тут, пошли в церковь, Володя, истопи баню, пока мы в храме. Ты помыл один сейчас в храме? Послушание. В монастыре же не все в храме-то. Одни в пекарне работают, другие еще что-то делают. Мы знаем, как это. И поэтому, может быть, очень трудно. И притом, этого нигде не учат. Вообще нет. Я учился, когда в техникуме, учился, не хуже других. Вот у нас сколько, четыре было, этих, даже не знаю, как факультета назвать, промышленное, гражданское, там, строительство, дороги, аэродромы. И только четыре человека пошли на прораб. Это высшая должность. Прораб это несколько участков где-то. Я в том числе, всего четыре, допустим, на четыреста человек. И притом, меня из всех самое престижное место дали. Самое такое, туда никого не пропустят. Прорабом в строго режимном лагере. Для меня это ужас был. Я в глаза не видал. Семь месяцев. Каждый день две смены без выходных. От армии люди боятся, как я готов был военком, обнять и поцеловать, что меня в армию призвали. Ну и что? Я знаю, что такое послушание, во-первых. Я многому там научился. Для меня тогда и армия, уже после того, что я видел, вообще трудностей никакой в армии не было. Хотя это морфлот, тем более в такие места попал. Вот если ты это знаешь, тебя Бог уже заранее прокипятил, на мелкое нашинковал, тогда все остальное, которое за тобой идет, у меня даже тюрьма легче была, чем я был там. Там начальство, а тут никого нет, я главный начальник в таком месте. И осталось хорошее воспоминание. Я с Игорем туда проехал. С тобой же мы ездили? К Лишкино. Да. Да. И главное не знаем, как найти, куда автоматчики стоят. С автоматами люди. Они сказали, куда мы поехали. К Лишкино, Иркутская область. И там мы нашли, где было, и где строили, что это, ну там возвышенность какая. Вот все, все нашел я. И нашла вдруг женщина, которая и меня знает, и все рассказала, как было. А говорят, вас в армию призвали, а вы не пошли, что вы баптист, у вас в армию не служат. Я говорю, как раз наоборот, я в престижные войска попал, а потом в ракетные. Я Бога-то не знал. Я знал, что Бог есть, а дальше не было. Это вам не про меня надо рассказать, это про вас. Ну, значит, прибавили. Я служил, дай Бог каждому так служить. У меня везде награды одни были, поощрению. И она все рассказала. Я думаю, как же я остался живой-то здесь. Представьте, 20, сколько мне было, до 19 лет, наверное, неполных. И такой хамуд. Там только молитва могла задержать. Ведь мог и жениться. А там арестовывают таких, там сидят. И там артистки настоящие. И с тобой познакомился, как письмами начал я Ане штукатурить, это я в игру штукатурную положу письмо. А они прочитают, и все бабы начали тогда через нее, я сказать, ну, тоже не строители, это чтобы я им работу засчитал за хорошую. Но я с ней пошел однажды, зашел прогуляться в лесу, а они работают, а они ей наказались. И она мне сразу сказала, у меня брат сидит за убийство. Это все пугать меня начало, чтобы я себе ничего не сделал. У меня и мыслей к этому не было. Я посмотрел, погуляли, ну, просто интересно было. По лесу там, святые пособирали. И все, больше я ее не видел. Красивая, красивая такая. Страдает. Я почему-то сострадать умел, за всех переживал. Незаконно бы ничего не делал, а если письмо отправить на волю там, без проверки, это я сделаю. А им это было очень дорого. Понимаешь, вот эти воспоминания, думаешь, хорошо, что я там был. Хорошо, что в армии был, хорошо, что в тюрьме был. Бог дал, вот это, и для меня смирение, вот это я сейчас даже не понимаю. Вчера батюшка пришел, ему в одном месте не согласны был с ними. Не согласен. Я знаю на 100%, что, могло быть этого несогласия, не могло быть бы, или могло не быть, так выражусь. Я говорю, а почему так решил? Да вот так. Я ему сразу привел факты, теперь ты дай факты, он ни одного не может привести с защитой своего мнения. Ну, я тебе покорился, и все. Мне еще не стоит. И никто знать не будет. Тема, которая никуда не выползает, а между нами. Надо или не надо все это снимать. Я с тема снимал, вчера вас снимал, уже сегодня в интернете стоит. И предлагается три картинки-то. И на одной была ваша, и я вас там на первом месте поставил. Теперь вас все видят, и к вам идут в гости. Как ты виноград подвязываешь там, говоришь. И шабачка говорит, да ну еще это такое не надо. Я говорю, все выставляю. Жириновский не боится, а ты что боишься? Он даже как за волосы таскает там бабенку-то, и то, и то это стоит. Вот, школьница, 13-летняя, принесла ребенка, за счет от учителя физики. И в физике тут, и как арестовали, все показано. Пусть говорят, называется такая тематика. Я не знаю, кто там, Малахов, или кто видел. Малахов, ну. Ну, короче, сказать так, послушание. А оно где-то корни пускает, и ты там бери, и понимать. Вы бы там слушался? Да, слушался, но вопросов нет. Почему ты слушаешься чужого мужика, когда арестовали? Почему я слушаюсь и в армии, и в заключении? Любой начальник, там смотреть не на что, потому что дальше с тобой будут по-другому говорить. А здесь так же муж. А муж что-нибудь, это не просто так. Если он тебя не наказал, значит, на тот суд пошло. А если наказал, значит, здесь осталось. Раньше было как, замуж выходит, а отец уже передает уже свадьбу, все сыграно, последний приходит к теще на блины, тогда отец подматится, у него там плетка, и он ее снимает ручкой, и там плетка такая, очень как у казаков, он и передает, вот я учил ее, и мужу передает, теперь ты и учи, и все. И сейчас в интернете стоит ролик, как правильно бить жену, как правильно, он рассказывает, сначала ложусь спать, говорит, я плетку положил, чтобы она видела, смотри, а то нахожу, я ее не трогаю. И она видит, чтобы она привыкла к плетке сначала, даю ее пощупать, понюхать, все, ну и сначала легонько, когда не слушается, а потом больше, она наконец привыкает к этому, ну вот как кобылка, чтобы ходила точно куда надо, надо ее потихоньку постигать и поедешь. И как правильно бить жену, ролик стоит, заряди и увидишь. Ну и вы согласны, что согласен, это всегда было так. Об этом написано и в домострое, там кто, священник Сильвестр пишет. Да как это бить? А как церковь? Церковь Христу, церковь не слушается, Христос что с ней делает? Он ее кверх ногами ставит, испепеляет. А я-то этого не делаю, я всего немножко получил. Как один женился, старая брядь, женился на баптистке. Вообще это, несовместимо это. Ну и вон, по-старообрядщински решил ее в нужную русу направить. Она в суд подала, ему три года дали. Да я ее маленько только постигал, мне маленько постигал, а три года отправился на лесоповал. Сколько лесу и веры поварено, как Высоцкий поет. Давай. Двадцать шестой стих. Чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством слова. Это к предыдущему. Вот я и головомойку устроил, жене-то. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню и водную посредством слова. Толкование. В бане ее трепал, говорит, голубь ледников. Итак, она была порочна, нечистой и безвидна, но он не возгнушался ей. Так и ты, не гнушайся своей женой. Хотя бы она была безобразна и ничего не стоила. Вот вам, Гнатин Ильич, ответ. Хорошо, что открыл хоть. А где это написано? Неужели в Библии так написано? Здесь написано в толковании так. Ну да хорошо это запомни, считай. А что делаешь? А что церковь была безобразна, послушай, вы некогда были тьмой. А что чернее тьмы? Служили злобе и зависти. А что может быть более нечисто? Непослушный, неразумный, даже богохульный. А что может быть гнуть с ней этого? И однако он предал себя за нее, как если бы она была прекрасной и чудной. И очистил баню и водную, то есть крещением, посредством слова. Какого? Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот так. Вот так, просчитал. Вот поставь рядом живу твою тещу. Кто красивее выглядит? Красивее душой или телом? Не, ну, речь-то идет здесь. Душу-то мы разберем потом где-то. Сначала по телу. Жена? Жена. А теперь посмотри на тещу, а у тещи мать живая. Теперь бабушка тебе. Ее рядом поставь. На кого она похожа? Ну, ясно, что тут говорит-то. С годами уходит. Но если послушание было, она только будет разгораться, эта любовь. Ты будешь... Как в притче Соломона, много было жен, говорит, но это одна такая. Она все сделает. Здесь остается на первом месте любовь. Плотское погасло, с этой стороны сдохли все. Теперь речь идет о другом. И прийти вместе, Господь. Так вот об этом вы сейчас как раз и упомянули. Тестостерон и все это. В старости же мужчины. Такой уже дедушка. И что тебе там в этой красоте? Вот в чем дело-то. Господь же все это предусмотрел. Да, предусмотрел. Да, понимаешь, нет? А если она тебе будет песок сыпать в буксы на каждом шагу? А вот это уже будет тяжело. Ты, говорит, верующая, жена-то верующая, в аптис приехал, где он сразу, говорит, посуровел. А куда она ленется? Куда она ленется? Все. Она будет верующей. Будет по одной плашке ходить. А ты сделай так, чтобы она увидела это. И целый день сжевалась, а только точно вовремя. И кусочек риши не съела. Сам я не видел, сам не видел, но слышал. Какой-то фильм сняли, там много его обсуждали, называется «Пятьдесят оттенков серого». Не слышал, я не видел этот фильм, что за фильм. Но там что-то связано было, что женщине нравилось, когда мужик ее бьет. Я слышал только, как Иван Урган там что-то смеялся на этом. Бабе нравится, когда мужик ее бьет. Неправда это. И я не знаю, вроде бы, и там вроде бы потребность какая-то. Пошел на разворот. Да нет. Ну, мазохизм. Все наоборот. А там мазохисты называются. Тут можно все, как Сашка Билл, там его они в коленках проститутки бьют, каблуками в лицо, и нос там свернули. Ну, это вот на тему вы видите плеткой, жену там что-то. Это я говорю, как написано. Так это вот напоминает мне, вот эти какие-то фильмы снимают сейчас, что и женщина вроде бы довольна. А я не понимаю этого. Довольна не написано, довольна. Она плащет. А он ее жалеет тогда. Но я это без наказания оставлю. Ты будешь понимать? Я не говорю-то о том, что так и было. У меня мама, моя мама, Мария Егоровна, она. Надежда Сенкова познакомилась, она что-то не так. Она так вот, мама моя, Надя Надя. А если бы, Игнатий Бурану Юрьевич, еще бы сейчас было. То есть она делает очень большую разницу между тем, каким я был. как это так? Вот так. Чтобы люди видели эту разницу. Я прощаю, я стараюсь ради Христа. Во имя Его. Во имя. Значит, уходит все на суд Божий, справедливость, восторжество и в другом месте. Я говорю, ты не говорил, не говорил, а рядом сей-то летит. Она говорит, да говорила это. Говорила, а зачем же говорила? И вот так. Она не знает, слабое утлое, утлое, дырявый сосуд. Его надо дотащить. Ты понимаешь, что тебе бы ни с кем не спастись. Я уже всякие варианты подсказываю. У нее фамилия Шадрина. Я говорю, большая буква Ше висит на веревке, как с неба. И ты перед ней на это передай Бугу всю жизнь промолилась. А то отвергнись себя, первый шаг не сделан. Желаешь, не желаешь, Бог сказал и вопросы сняты. Я говорю, открыто об этом, потому что это пример. И как, не как сама молиться, гляжу, она уже рядом стоит молиться. Вот когда у тебя такое будет, и ты увидишь, а ты поймешь, что это такое. Далее читаем. Ты понял, нет? Вот это делает церковь. Когда Господь наказывает, она молится. И вот это образец жены. Когда грозный муж будет поступать, как надо. А Исидор Пилосиот говорит, чем суровее муж обращается с женой, тем более она к нему привязана. Святой. Ну вот Филфилак Болгарский нам объясняет, что, значит, как он говорит нам. Послушай то, как с другой стороны понуждает тебя любить ее, а не эспатически обращаться с ней. То есть, напоминаем, и люби же ее в какой мере, ну и дальше, вот все, как и Христос церковь. Вот. То есть, вот эти, ну как вот... Более строго. Чем больше строго себя обращаешь, ну все делаешь, тем ближе она к спасению. Я вспоминаю вот эту «От Тьмы к Свету», как от мужчины, я забыл, как его звать, там у нее жена была Акулина, вот как они общались друг с другом. Вот это мне нравится, пример этот как. Ему говорят, ну ты хоть ее для приличия побей. И мать уже ему это советует, говорит, так это за что ее бить-то? Ну и, вот так. Необходимости не было никакой необходимости. Были люди так, жили. Детей много было в лагере, уезжает группа целая с Украины-то. Я один в дверь уже сел в поезд, и так выглядывает, на меня смотришь, а я говорю, я тебя за что наказывал? Он говорит, не за что. Как? Совсем не как? За все лето ни разу не наказал? Нет. А отец стоит и смеется. Я понял, о, какой парень уезжает от меня. Ну сойди хоть маленько, я тебя один раз дерну-то хоть. И так все. Никакого, у них вот провинности нету. Одна девочка, я говорю, была умная такая, а она наказывает, а только кончилась у нас это перед крестом разборка, она мигом бежит, куставу считает, чтобы самой не попасть. Каждый раз, кого-то накажешь, она бежит, куставу считает. Такая не попадется. Это уважение куставу и нравится ей все. Это с первого дня надо положить так. Не распускай рук. Ты протри тот угол. И вот когда так будет, ты тогда поймешь, вон она, а что б дядя Игнатик и говорил-то. Приучи к этому. Мне ни разу не приходится утром поднимать. В 4-40. Ни разу, независимо от того, во сколько легли. Что-то стоит? Ну? И еще усматриваете недостатки какие-то еще? Да нет, недостатки какие-то. Недостатки всегда будут. У меня недостатки, я считаю. Но она не понимает этого. Святой человек с вами живет, а вы не видите. Ну хорошо, но рядом со мной все тебе сказать. Вчера Татьяна звонит. Я хотел послать Лизу, а Лиза заболела там. Слегла. Привезти. Что ты изготовила там? Я сказал, к кухонному прибору не подходить, пока благословение не получишь. сварила. А я тебя просил не носить, я уже сам сварил себе кашу. Я ее не выброшу. Зачем ты это сделала? Ну, вчера вечером пришла, опять принесла. Она не может. У нее любовь такая. Людмила Степановна не позвонила, еще рыба, она всей рыбой нас угощает. Рыба хорошая. Даже не развернула, лежит. Но на неделю хватит, я один. И вот здесь точно так же. Я говорю, не надо, проходит маленькое время, надежда стучится. Опять что-то сделала или сок там, с овса, с медом сделает. Она любит, ей надо. Но я в это время начитываю. Я не слышу, ты стучишь, я прервал, у меня пропал, ролик пропал. У меня насчитать нужно 4124 ролика сделать. Ты понимаешь, нет новых? Мне это заново сейчас искать. Какое ты теперь испорчен, это где? Я пока зачем-то. Ой-ой-ой-ой. Не подходи даже. Я снаружи закрылся, а дверь нельзя запереть, потому что ребята идут с работы, чтобы они не стучали, открыли. Я подпираю, руку просуну, там наставлю, на двери, как будто никого нет. Ей надо, ну я же ты дал ко мне, мне не надо ничего, у меня все есть. Да ты вот дошел уже как. Она заботится, она любит. Но я не нуждаюсь в этом. Не люби меня, как Нерон-то. Помните, когда она полюбила уже перед смертью. Я запрещаю тебе любить меня. Вот я сегодня свободно, в воскресенье-то, и гляжу, Татьяна две посудины, даже три принесла. Суп там что-то, овсянку сварила, еще что-то. Ты тут забежишь тоже, свое что-то принесешь. Окружили меня любовь-то, задушили. Я благодарю вас всех. Но, если я занят был, вы в такое время приходите, когда я не занят, а другой приходит, когда занят. И у меня многое теряется через это. У меня другой настрой. И как у меня, так и у кого не бывает. Вшера, уже надо спать, ложить, подминав, ты сейчас, я еще никак, а встаю в три часа. В три. В три встал я и больше не ложусь. В три. Ты не забывай, что ресурс мой кончился. А почему? Надо успеть сделать. Понятно? Ваша любовь иногда мне мешает. Я прошу, не любите так сильно. Сложно тут рассудить, Игнат Тихонович. Сложно. Ну, это как Бог даст уж. 27-й год. как Бог даст? Я слышал, слышал. Как это было? Когда взять, нечего взять, пришел к своему будущему этому... Тестю? Тестю, да. Да он не тестю. Она с ним учится вместе. Она полюбила его и решила, чтобы с отцом... К богатому в гости пришел папе, да, будущему? Ну, да. Ну, в будущем. Мы не знали еще, познакомиться, она говорит. А он бедняк, да? Ну, он бедный студент, учится и все. Папа такой решил толстосунг пообщаться с ним. Ну, да, пообщаться. А как жить будете? Как будет? Ты сможешь каждый год на Канару ее отправлять? Он говорит, как Бог даст. Он дальше спрашивает, ты можешь ей такой... У нее три машины сейчас выездная с лодкой. Ты можешь? А у нее ничего нет. Он студент. Он говорит, как Бог даст. Ну, и на все ответил. Квартиру там, поездку за границу. Он как Бог даст. Ну, и когда она пришла, Наташка-то прибежала. Ну, пап, ну как? Лох настоящий. Ну, мне понравилось, как он меня называл. Бог. Он себя Богом решил. Из такого можно было сделать, да? Вопрос такой. Дает ли право жене не слушаться мужа, если муж, ну, как же мне кажется, мало ее обеспечивает. Где-то не докормил, не додал. не додал. И второй попутный вопрос. Дает ли право непослушание жены мужу ограничивать ее в каких-то вот материальных, значит, вот попечениях? Нужно научиться жить и бедности. Вот мы живем трое. И за зиму мы потратили на все, про все, на еду, ну, может быть, сто рублей, не больше. В настоящее время, шестнадцатый год. Вот как Бог все устроил. Бог. Не человек. Вот это, что мы находимся, это несколько миллионов надо. А мне Бог опустил с неба, даром дал. Бог делает так. Поэтому нужно учиться жить скромно, бедно, в радости, прославляя за все Бога. А пока этого нет, ты никогда не удовлетворишь ее. Муж говорит, жена ты заботится, как угодить жене, и сколько поставь, и никогда ее не угодишь. Она сама про себя говорит, да я его изменяла, моя стерва такая, я стерва такая. Ну, вспомнишь, это, как называется это? Ну, большой, многосерийный фирм. Вечный зов. А? Вечный зов. Вечный зов. Иванова. Вот так. Я стерва такая, как она его искала, этого, как сова, Кирьяна. Кирьяна. Да, он был. И как, как он, вот это самое, потрясающе, когда она его нашла, и припала к нему, он без ног, и как он смочился, и как заплакал. От шарика второй. Это не артист, это настоящий. Вот эту рожу, заплакать, тут я сидел, сам заплакал. Эту стерю полюбить готова была. Можно я тебе кратко отвечу? Во-первых, у каждого Господь распределил обязанности. У тебя заботится о ее послушании. Если она не хочет послушания, ты свои обязанности не должен опускать, потому что ты муж. Ты муж, а это уже на ее совести. Как ты? Она будет голодать, а ты вот пока не послушаешься, я тебе там не принесу. А бывает, женщина, она и не может работать. Такие ситуации возникают. Я такого не слышал, Игорь, это выдуманное. Второе, если ты не можешь ее обеспечить, тоже по какой-то причине, тоже как, а я не буду тебя слушаться, это ты перед Богом, это Бог дал закон, ты перед Богом будешь отвечать. Вот такое решение. Такого я не слышал даже. А что не слышали? Ну вот это вот, такие какие-то условия ставить, договоры. Он не может, допустим, перестройка, негде работать. Земля-то была свободная, пойди. Пойди лопатой вскопаю, у тебя все будет расти. И она придет рядом с милым-то по душе, где рай? Солоша. Ну вот и все. Я этого не знаю. А надорвался мужик на работе, позвоночник не может встать, и день и два, неделя проходит. Он? Ну такое бывает. А он не может встать? Так она потянет все на себя. А шахтера завалило там, бывает, они постоянно метан взрывают. Это не причина. Внутренняя потребность заставит это. Речь больше, конечно, о духовном уровне. Ты научи ее вовремя вставать. Ты знаешь, у нас какой-то суровый брат есть. Поднять ее не может. И все, кончилось. Но ты пробовал, нет? Ну ведро воды выли на нее. В развод будет. Она уплывет на этом ведре. Да, уплывет. Все может, любого на место посадить, внешняя суровость, может быть, скрывает слабость. Может, внешняя суровость только, а у нее суровость. это всегда так. Это другое. Это скала. Женщина – это скала. Ну, как написано, брат, ожесточившись, это неприступная крепость. А это жена. Она может такое тебе построить, говорит, не только, что рога, она рога поднимет. Но это уже надо было смотреть. А женщина на сону и голову может оттяпать, и другого привести. Ну, что пишут-то? Ну, у верующих это вообще не именуется даже. Но вот у верующих на другом уровне. Понимаешь, вот соседи, я только поселился, и соседи идут и идут. Ну, мне некогда. Они идут. Что делать? Закрыться от них нет. Я всех принимаю. Как только приходят, я сразу Библию начинаю считать. В течение одного месяца все перестали ходить. И дальше 16 лет живу, ни один не пришел. Я считаю им Библию. С женой точно так же. Она в другой раз навязчива просто. Ей надо что-то приходить, еще не надо лишнее тратить. Я сразу на молитву. Раз, другой, третий, она уже не приходит. Она понимает, что здесь другое. Вот она много сахару тратит. Я реально говорю, как есть. Я сказал определенное, вот сколько нормы, больше не дам. И не проси даже. Соли, все пересаливай. Забывай ты. Ой, я уже третий раз посолила. Зачем мне давать? Она портит себя и меня. И все. Масло растительное, она будет жарить. Еще хоть раз жарит масло. Будешь подвергать термической обработке, не получишь. Прихожу, жарит. Ой, я только маленько. Все, больше не проси. Покупай сама и умирай. Это вредно. Раз ты не понимаешь, это королить не буду. Все, перестала. Что она знала, умела, делала. Она говорит, я разучила стряпать с тобой вместе. Мне похвала. Время не трать. Иди к нуждающимся, неси Евангелие. Она выпрашивает у меня Евангелие среди недели. Куда не пойдет полные сумки. Старуха. Вот. Ты потрудись на ней, ты увидишь, как. А то учат меня те, у которых ничего не получилось. Женщина умная, она мужчина может говорить на волосинке вести. А глупая, она его на веревке не утащит. Мужики, они очень упрямые. Упрямые, даже упрямые женщины, наверное. Я знаю, что самое злое создание на земле это женщина. Но еще вреднее, еще злее, это когда муж подчиняется злой жене. Тогда, с этой злостью соединяется его мужская сила. Тутамба, каюк. Капец. Одни мы остаемся. Читаем далее. 27 стих. Предварительно. Чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочная. Толкование. Не просто чистой, но славную. И так как Христос источник всех благ для церкви, так и ты будь тем же для своей жены. Источник благ. И как он сообщил душевную красоту церкви, так и ты старайся об этом, а не о телесной красоте. И если ты будешь искать душевной красоты в своей жене, то скоро ее создашь в ней. Упорядочивая ее и делая славной по духу и для себя, и для Бога. Этими словами указывает на душевные страсти. Скверны – это недавние страсти, которые легко смыть, которые причиняли бесчестие. Пороки же – это страсти, застаревшие от времени. Они-то и делали людей нечистыми и с трудом смываются, но божественная баня все это очистила и сделала святыми и непорочными. Ты знаешь, первую жену у Федора Михайловича Досецкого как звать было? Не знаю, Игнатик, простите. Не знаешь. А вторая? И вторую, третью, четвертую. Сколько у нее было? Первая умерла от чахотки. А вторая Анна Григорьевна. Анна. Чахотка. Анна Григорьевна с Иткиной, кажется, она была. И она у него стала. Она была, кажется, она 23 года моложе его. И она стала книжным издательством по переизданию и изданию его книг. Я недавно смотрел документальный фильм об Астафьевом Викторе Петровиче. И вот он, у него жена также помогает и все издает. Солженицын умер, Наталья все издает, все делает. Вот это работа, работница по изданию его книг. Только вот у меня Надежда, это мой магнитофон был. Тогда не было и на всех встречах с тектантами она быстро пишет. У них почерк красивый. И она все записывала. А потом дома мы уже разбирали, смотрели. Это мое начало было. Я смотрел, что я не сказал, какое место самое сильное. Еще раз переигрываю, смотрю следующие беседы на эту тему. Вот это надо на первое место. Это миссионерская работа. То есть я не выдумываю, а именно я хочу расслышать голос Божий. Что мне вначале Бог сказал? А я поторопился, сказал другой стих. Этот стих потребовал большого разъяснения. Когда бы тот уже разъяснил, этот не требовал бы уже. То есть вот смысл в чем. И она все записывала. У вас таких жен не будет никогда. Почему? А теперь магнитофон есть. Теперь видеоаппарат. Вот почему. Не потому, что они плохие, а потому, что другая эпоха. На компьютере могут работать. Да, еще бы. В интернете лучше нас работает. Сереж, мне его не было. А сколько у нас? 1 час 17, еще 13. Я все выгибляюсь. В моей жизни, женщины, какую роль сыграли. Вот где ни возьму, и везде первоначальный толщок мне всегда давали женщины. Вот Оливкина. Где она? Вон она сидит. Она как-то мне сказала, говорит, а что ты от руки пишешь, что надо машинку добывать? Где-то в каком-то, я сейчас не знаю, предприятии или где. Я достал там мягкий знак, вот повыше поднимался. Это у меня легко было искать. А вот толкнула. Другая была, Ксения Степановна, она знает. Переплетное дело сдавала. Да хочу самому не научиться. Я сделался переплетчиком. Мне один раз только скажи. Я купил машинки, а потом машинками пишущими я завалил Алтайский край. Мы такой канал открыли, оттуда везли и везли, где продаются. Женщины. Я не пренебрег ни разу ни одним советом. Даже не могу припомнить. Я его сразу разбираю и вижу, она права. А не то, что как-то. И не стыдно тебе говорить, мужчина, а женщины положили начало такому делу. Не стыдно. Не стыдно. Я не знаю, по компьютеру кто меня подтолкнул. Да вот она сидит рядом. Вот она первая мне показала, как запятую в точку превратить. Рядом. Вот я называю людей, которых все знают. Это компьютер, это целая полоса жизни новая началась. Вот это, что печатать на машинке тысячи страниц, она рядом здесь. Переплет. 3000 томов переплет. Тоже женщина подтолкнула. Занимался когда собаками, тоже женщина подтолкнула. Но женщина не простая, а начальник, как называлось, клуб собаководства, вот так назывался. Сабина Марковна Абакумова. Еврейка была. Серьезная, хорошая женщина. Понятно? И поэтому я должен быть благодарен Богу. 28 стих. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Толкование. Не как на более важный и не необходимейший пример указывает теперь на то, ибо ясно, что отношение Христа к церкви гораздо важнее этого примера, но как на более близкий и подручный. Именно. Дабы кто-нибудь не сказал, что тот был Бог и предал себя, он иным способом указывает нам эту необходимость. Должны, говорит, любить, то есть не милость, а дело, но долг и необходимость, потому что жена есть твое тело. То есть, итак, пример Христа он привел не к тому только, что должно любить, но и к тому, чтобы и благоустроять, чтобы она была, говорит, святая и непорочная. Пример же тела выставил по отношению только к любви. Мужья должны любить свою жену, как свои тела. Ты вот понимаешь, Игорь, вот я когда спросил собаководства, как кормить собаку, что сам ешь, что и собаки давай. Ну, люди что понимают, что там ешь? Мясо там все. Вытащили, нет? Ала, мясо-то вытащили там, дай же Васильевна-то. Где оно? На крысе? Куда вытащили? Мясо куда вытащили? Таня все сделала. Куда? Таня все сделала. Куда вынесло мясо-то? Я не знаю. Мне отдать его мясо, я собакам бы отдал. Понимаешь, я тут любить. Первое, что ты в общем заключается-то, ну, не давать в обиду ее, защищать. Дальше. Питание. Одеяние. Жилище. Ну, и когда собак сказали, мне говорят, корми собаку, я первого щенка завел, породистого, что сам ешь? Я понял, она у меня сдохнет. Это уже точно. Если я буду ее кормить, что я сам ем? Они не знают, с кем разговаривать. Я жену буду любить, как себя, она со мной больше года не продержится. Вот, если никого нет, и чем я питаюсь-то? Подножий корм, крапиву нарублю, да все. Дальше, как я одеваюсь? Ну, смотри, вот у меня Андрей, глухонемую, вот, сапог, дырку залатали, сам вес сижу такой. Ну, я ее такое не сделаю, она же не выдержит. А я, когда я этого добиваюсь, что не трать на это, не трать на это. Что, какое жилье? Она там украсила, как гнездышко свое, там, возьми, с той стороны, там, Игорь давно помогал, там, все разукрасили. Но, это не моя любовь, это другие уже оказали. А, по-моему, как жить, она нестроганная доска, прикрытая, ноль внимания на это. Понимаешь? Это надо еще разъяснить. Но я это делаю ради духовного, ради Христа. Я ее должен поднять на тот уровень, чтобы она это все полюбила. Вот. Мне это не надо говорить, я просто живу, это моя жизнь, одеяние, ну, питание мое, жилище. Вот я довожу до 3 градусов тепла только в комнате, чтобы вода не застыла. Я же ее не могу на это, ей 20 мало. Она как в духовке спит. Видишь, поэтому, я себя люблю, я по любви к себе так поступаю. Так, ну, если я к ней это применил, согласно Писанию, то у меня жены не будет. А она, худо-бедно, уже полувека по собой промучилась. Не по Писанию, значит, поступайте. Ты понял? Да. Но когда я и скажу, что это для Господа, это, вот как Савин, а он больше себя. Карпов, когда нашли, Карпов, говорю, Лыков. Меньше. И он сидя спал, почему? Так Богу угоднее. Он бы так считал, как Богу угоднее. Я считаю, что это полезно, на себя ничего не тратить, ни время, ничего. Мне разницы никакой нет. Вот я помылся. А сколько раз полотенца стираете? Ни разу. В течение года еще ни разу не стирал. А почему? Я ни разу не утерся. У меня чистая бумага, я протерся. Две-три бумажки у меня с чистой руки всегда. И тело в баню сходил. Полотенца не трогать. В баню вообще намерно запрещено брать полотенца. Никогда не берите. Понятно, ты утерся где-то, а другой взял, и другим местом никак. Для этого выдают даже в гостиницах два вида полотенца. Ну да, я, понятно, это не говорится, люби как в гостинице. Во Христе. А во Христе ты считай жития святых. Что они имели? Жены эти, как они жили, чем питались? Ну, почитай. Ты в житиях святых найдешь только то, что я делаю. Так мне еще расти, да расти до этого надо. Вот поэтому надо делать поправку. Если как любить-ка самого себя во Христе. Павел тут не добавил это, надо добавить. Вот тогда пойдет дело. А ты как я, какая согласится жить? Это она мученица? Так сразу в Венеции. Предполагалось, что в Венеции. Конечно. У меня нет еще, чтобы дали, чтобы я не поделился. Ну, я понимаю, что это так и должно быть. А теперь, зачем же так много топишь? Даже летом топит. Она дров сжигает раза в три больше, чем мы на два дома. Она охапками туда кидает его. И я ничего не могу сделать. Глядишь, загорелась, там загорелась, тут загорелась. Ну, я вот сейчас так в голове прокручиваю братьев, так, справных, несправных. Но я не вижу таких особо, Игнатьевич, как вы. Поэтому, думаю, если они будут заботиться о своих женах, как о себе, то все у них будет нормально. Да. Жены у них не погибнут. Машины какие-то, там, все нормально будет. У меня ничего этого нету. Но ей надо жилье. Я купил отдельный домик. Купил. А купил-то там за копейки буквально. Отремонтировали. И здесь также отремонтировали, братья бесплатно. Платить за квартиру я не платил. Это мне Бог дал. Ну, за то, что я осудился за конфискованное имущество по уголовному кодексу. По уголовному, по уголовной статье. Вот так. Просит она книги. Я ей даю сколько надо. Книги, Евангелие. А это покупаю. Она для людей продает. Это моя десятина осталась дома. Понимаешь, людям никак не объяснишь. Вот она сейчас здесь надо клеенку. Зачем? Гадкий стол не надо. А она начинает дальше уже. Мне это не нравится. Время тратить. Я сколько? У меня три минуты уже отняла. Вот у меня все удивляются. Это можно было одному сделать. КГБ. Это такая организация, которая все компетентно называет органы. И они, когда меня арестовали, говорят, как же так? Это вы один делали и все делали. Ну, не один. Братья помогали. А тут считала Московское КГБ, Московское, это руководство МГБ, что несколько отделов трудятся в Сибири. Несколько отделов. А оказалось, в одном месте шиш сидит там какой-то. Сморщок. Вот и все. Бог. И тогда, понятно, я сделал для Бога. На алтарь его положил все. Мне не хватает еще поносителей, там может быть. И Бог дает, они идут на меня, лавиной идут, поносители всякие. Эта награда только увеличивается от этого. 29 стих. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Толкование. Напряженное, говорит, и самое тщательное попечение прилагает всякие о своем теле. Так и ты по отношению к своей жене. Понятие, Павел не говорит, житья-то святых еще не было написано. Он говорит правильно, но он не берет то Антоний, допустим, была жена Льву Павла Препростого. Ну, была жена, пришел, а она сидит любуется другим. Он соскочил, мужик, да ладно, тебе нравится это, Наташа, бери ее, бери. Вот четверо ребятишек моих кормит. Повернулся и пошел. Так он любил жену или не любил? Как сдал-то без боя-то? А дальше он уже к Антонию пошел. А Антоний, верит, мирской человек. И он мне открывает день, два, три. Он говорит, умру, но не уйду. Он понял, вот это да. Бог послал мне ученика настоящего. И дальше он войдет в историю, как Павел Препростый. Не простой, а Препростый. Слово учителя было закон. А он его испытывал. Ты что умеешь делать? Я партным был. Он дал ему там все шею, брюки мне шил. Шил. Мне не нравится, плохо тут как-то, ноги не разберутся. По-новому он снова распорол, спокойно распорол и шил. Представь ты себе, сделаешь, это не суп переварить. Когда машинки-то не было, все это, какая еще уголка неизвестна была. По-новой. Он третий раз его, как не испытывают, все. Я почусь, я привык, как ты учитель, так и я. Да я в неделю один раз только ем, один раз просвор, родной ем так. Учитель мой, и я так же буду. Он в один день пошел на это. Ну помните, когда привели девушке, Антоний увидел, такой демон сидит, страшный. Даже я, говорит, не могу изгнать. А как теперь быть? А вон там, видите, береза там или пальма. А за ней еще полдня идти, и там есть один человек, он Павел называется. Вот он может изгнать. А те пришли, и нашли его, и говорят, вот выгнать беса надо. Я беса, да вы еще говорите, это я вообще никакой. Учитель Антоний сказал, сказал, он сразу подошел, бес, ну-ка выйди оттуда. Да пошел ты на. Ух ты, ух ты, демон окаянный. Это он заскочил, а камень накалился, у него ноги буквально дымятся. Не сойду, пока не выйдешь, паразит такой, выйди из нее. Бес завопил и выскочил. Бог сделал так огонь, который на ногах пошел, видно на него. Ну возьми это, кто из нас способен так слушаться? Учитель сказал, сказал, и все. Я обязан сделать. Вот выступает один, я все раз смотрел, мужик говорит, это Сталин понимал, говорит, примерно 2 третьих у Рокоссовска должно быть русских, 2 третьих. Из 3 человек, ну, допустим, из 30, 20 должно быть русских, а дальше могут быть узбеки, татары, и евреи. Они не торопятся воевать. Русская это ноченность, везде тянут. Начальник мне говорит на работе, шертежи нужно сделать, новая деталь для танка-то. Нужен уже, я говорю, трое суток на работе. Еврея сказал, не будет, по любым условиям уйдет домой. Это он открыто говорит. Я не хочу, говорит, сказать плохое, ему себя не жалеет очень. А мы не жалеем. А самому уже по 90 лет. Это Бог дает жизнь. А который жалел себя 53 года и умер. Понял? У нас все, наверное, закончилось? Да. Тема продолжается там. Ты замечу. В какой стиле? До 29-го у нас. 20-го по 29-го. Нет, с 30-го следующая будет у нас. Все. Спасибо. Добрый день. Колоссяна, шависть. Благодарим Тебя, Господи, за наше занятие. Владыка, слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. За вразумление, посылаемое нам. Прости наше согрешение, вольное и невольное. Тебе слава в веки веков. Аминь. Аминь. Милосердный Создатель, мы поднимаем руки, узри нас с высоты небесной и соедини нашу молитву с молитвом всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий, преклони ухо Твое ко всем, кто молится о нас во благо нам, родных и близких наших, найди, обрати. И услышь наша молитва о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их. И помилуй. Защити нас от происков вражеских. Да бы мы жили по заповедям Твоим, прославляя Тебя за все. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Христу. Спасибо. Дарует Господь нам в жизни. Спасибо. Так мы все равно дойдем в больницу. Моги еще. Побирай сильно. Да. Так я...